Прививочная кампания в разгаре. Жители Одинцовского округа могут защитить себя от гриппа и коронавируса. От первого по национальному календарю можно привиться до середины декабря. В наличии вакцины Flu-M, Gripol Plus и Savigrip для взрослых, Ultrix и Gripol Plus для детей. Они уберегают от заражения тремя штаммами этого сезонного вируса. Продолжается в Одинцовском округе вакцинация и от коронавируса. Прививку сделали уже более 66% жителей. Принятые меры принесли результат. За нерабочую неделю заболевать стали меньше. Снизилось число вызовов скорой помощи. Отдельно на совещании обсудили проблемы в системе здравоохранения Звенигорода. На нем присутствовали не только медики, но и местные жители. Колоссальные деньги затрачены на ремонт оборудования Звенигородского отделения Одинцовского областного больницы. Идет совместное привлечение дополнительных кадров как в систему скорой помощи, но в первую очередь систему работы Одинцовской областной больницы здесь на территории Звенигорода, именно в Звенигородском подразделении. Скоро в городе появится свой КТ-центр. Экспертиза завершена. Аппарат для него уже закуплен. Месяца за два будет сделан ремонт уже со всей необходимой защитой. Ну это ориентировочные строки, пока у нас нет дорожной карты. И у вас будет здесь блок диагностики на базе старого пищеблока, как мы собственно об этом и планировали. Операционный блок в Звенигородском подразделении больницы оснащен по последнему слову техники. Активно используется новая лапароскопическая стойка. За 10 месяцев на работу в местную поликлинику привлекли 10 специалистов. На данный момент имеется всего одна вакансия. 6 октября здесь провели выездной прием детский ортопед, невролог и эндокринолог. Следующий запланирован на 8 декабря. При необходимости такие приемы будут проводить чаще. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.